Мы приступили к оборудованию площадки и формированию строительного городка. На площадке номер 16 Лабушева. В принципе, дана отмашка процессу строительства. Несмотря на то, что там по разрешению у нас есть ряд мелких замечаний, это не стратегические, не принципиальные замечания, это небольшие замечания, которые сейчас будут устранены, или уже устранены. И повторная подача заявки уже 5 дней. Тем не менее, мы уже приступили к первой фазе, потому что создание строительного городка займет определенное время, подключение его к коммуникациям, ко всем освещениям, с выполнением всех норм. Но требования, как всегда, законные, нормальные, по разрешительной системе. Потому что, несмотря на согласование с Шереметьевым, самолетики у нас летают, а здание у нас очень высокое. Мешает. Да, ну, где-то так, вроде с деревьями, да. Но несмотря на то, что предусмотрена сигнализация, ну, что-то там. Ну, и вы при взлете боятся зацепить. Ну, Шереметьевым согласовал. Но, тем не менее, это шутка юмора, да. Но, на самом деле, замечания должны быть устранены, и они должны соответствовать. Пока вот 30% СНИПов не убрали, СНИПов-Хрипов, как сказал президент Путин, они работают, они действуют, но, соответственно, никуда не денешься. Их надо выполнять, это правильно. И не надо на это сетовать. Плюс ко всему, насколько известно, ну, никто с первого раза разрешение на строительство не получал. Потому что там работают люди-профессионалы, занимаются многие годы, глаз наметан, хорошо знают свое дело, и ты как ни работай, что ни делай, все равно, рано или поздно, у тебя ошибочки наедут. Недочетики и так далее. Потому что ясно и понятно, что это невозможно. Невозможно. Тоже вот мы уже хорошо знаем, что документы готовят, подают, даже вот мне готовят, ну, документы там, договоры готовят, и так далее. Ходят, начинают учитывать. Сотрудники петантичные, все, работают, но что-то находится. Что-то находится. Ну, и тут, ну, ничего страшного, то все нормально. Самое главное, что уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы, сначала вас понеслась душа в рай. Ну, видимо, можно сказать ура.